При строительстве западного обхода и благоустройстве жилой дом номер 38 по улице Героев обороны Брестской крепости определили под снос. Жильцам пообещали вы получите квартиры. Но дом по какой-то причине остался стоять и теперь с проблемой капитального ремонта жители один на один. Ну я уже ждала получать квартиру. А прежде чем получить квартиру новую, нам сказали, чтобы мы погасили, потому что квартиры у нас во всех приватизированы. Чтобы мы погасили оставшуюся сумму приватизации, чтобы по старой квартире. Но я это все сделала. Надежда Семеновна уверяет, все уже было готово к получению нового жилья. А потому о ветхом доме коммунальные службы не заботились. Крыша прохудилась, стены осыпались, фундамент просел. Ведь дом уйдет восьмой десяток. Жеси, даже ржавого гвоздя не убили в мою квартиру, вообще в дом целом. Ну вы сам видите в каком состоянии. Крышу никогда никто не делал. Вот, было тысячелетие у города Бреста. Хотя бы уже взяли, снаружи его немножко в порядок привели, обшикатурили, побелили, все. А то так, эту сетку надели, накинули на нас и сидите. С тех пор и стоит дом на улице, скрытый от глаз туристов и горожан сеткой, с принтом красивых видов. Внутри тупиковая ситуация, а собственники ловят потоки воды со сгнившей крышей ведрами и тазами. Сейчас я вам покажу. Вот ведра. Тут течет, когда его ведро стоит. Вчера, слава богу, еще мало было. В прошлый год-то я не успевала носить ведрами. В три часа ночи я не спала. Такие ливни были. Вот тут так течет. Вот так подставляю ведро. Одно, потом тут второе. Сложность еще и в том, что по закону дом снят с обслуживания жилищной службой и считается теперь частным домовладением. А значит, ЖЭС не может его ремонтировать. Дом был на техническом обслуживании до января 2022 года и снят на основании статьи 92.2 ЖК Республики Беларусь. Обслуживание дома производится собственниками жилья. Они являются участниками совместного домовладения. И при возникновении нештатных ситуаций следует обращаться в специализированные организации. Таким образом, жители дома 38 должны осуществлять ремонт за свой счет. А стоимость столь масштабного дела встанет в копеечку. Все ложится на хрупкие плечи пенсионеров. Почему вы до сих пор ничего не сделали, проблемы не устраняли у нас? А сейчас уже все, чтобы не быть виноватыми, то мы все в сторону. И делайте, что хотите. А что я могу сделать, если я на пенсии? Благодаря кому или чему стал возможен такой коммунальный тупик и есть ли из него выход? Жители намерены обращаться в вышестоящие инстанции и добиваться того, чтобы на них обратили внимание и помогли решить проблему. Роман Альшин, Владимир Казаков, телерадиокомпания, Брест.